всем привет последний месяц неплохо так обновил копилку абсолютно новых сериалов с новыми идеями новыми и старыми актерами и уже зарекомендовавшими себя с лучшей стороны шоураннерами ну и плюс вышло несколько интересных новых сезонов уже полюбившихся зрителям сериалов грызня совместный проект студии а24 и стриминга netflix по сюжету незнакомцы эми и дэнни переживают трудный период в жизни она чувствует душевную пустоту а он свой пустеющий банковский счет вы ни черта не знаете однажды они встречаются на дороге и случайная перепалка перерастает в настоящую ненависть и запускает изощренную взаимную вендетту проект разгоняется не сразу и поначалу кажется типичной комедии но потом быстро набирает обороты и оказывается гораздо более глубокой историей последнее предупреждение лучше не будьте во мне зверя не рискуй прямо сейчас журналисты и критики называют сериал одним из самых интересных дебютов года хвалят враждебную химию между персонажами и прочат ему эми это одновременно черная комедия драма и напряженный триллер где безумство и абсурд выкрутили на максимум в общем это тот сериал который хочется посмотреть за поем тем более что все десять эпизодов уже вышли никчемный позорный мелкий гавнюк да я человек из флориды мини-сериал дональда тодда и джейсона бейтмана все семь эпизодов которого уже вышли расскажешь с чего все началось сериал основан на интернет меме мужчины из флориды возникшим когда в американской прессе участились упоминания о жителях штата совершающих нелогичный бредовые безумные и абсурдные поступки помогите это ироничная криминальная история где главный герой бывший офицер полиции который из-за своих долгов вынужден работать на филадельфийского преступника в частности следить за его подругой а та в свою очередь сбежала во флориду малую родину главного героя куда он ни за что не хотел бы возвращаться но ему приходится прости сериал не блещет оригинальностью идеи но он сделан на совесть и работает исправно здесь есть тайна неоднозначный герой жестокий злодей и роковая женщина возможно кому-то не понравится рваный темп сериала но в целом очень хочется досмотреть шоу до конца и понять что же у них там происходит в флориде было бы круто просто жить не пытаясь воплотить в жизнь очередную дурацкую сказку голубые огни сериал bbc который показывает во всей красе тяжелые будни в неблагодарной службе полицейского патруля и вызывает к их работе максимум зрительского сочувствия действие разворачивается в северной ирландии в белфасте где у преступников больше прав чем у блюстителей закона он почувствовал угрозу в центре истории трое полицейских находящихся на испытательном сроке и всем им предстоит преодолеть огромные трудности из-за новой работы потому что каждый день эти люди сталкиваются с жестким давлением и опасностями которые могут стоить им жизни сериал получился познавательным в меру тяжелым жестким и вполне реалистичным он отлично сохраняет равномерный темп не избавляет напряжение и держит интерес дрейс нельзя бороться с тенью невозможно миссис дэвис новое шоу с отличным авторским и режиссерским составом главную роль исполнила бетти гилпин из фильма охота что случилось она исполняет роль монахини симоны которая вступает в борьбу с искусственным интеллектом под именем миссис дэвис дальние родственницы сири и алисы которая захватывает умы людей и многим заменяет бога когда вы пропали мистер шрёдингер мир был на грани но алгоритм все исправил это сатира о борьбе веры против технологий в декорациях футуристической антиутопии здесь хватает неожиданных сюжетных поворотов и хороший темп повествования а визуально сериал напоминает проповедника ну то есть насыщенные цвета множество религиозные атрибутики пейзажи некоторое количество экшена и немного иронии и злободневности на данный момент доступны пять эпизодов из восьми знакомься сопротивление последнее что он мне сказал мини-сериал от apple tv плюс с дженнифер гарнер николаем костером вальдау и ингаури райс который основан на бестселлере писательницы лора дэйв адаптации сценария к сериалу занималась она сама и ее супруг обладатель оскара за фильм в центре внимания джош сингер и так к сюжету ханна живет в идеальном браке с мужем и падчерицей и однажды ее супруг пропадает а она получает загадочную записку со словами защите ее и пока ханна пытается разобраться с этим всем все вокруг твердят ей что муж ее был не тем за кого себя выдавал ради своей дочери я готов на все сериал балансирует между триллером о таинственном исчезновении и семейной драмой развивается при этом неспешно и выдает интриги в объеме достаточным чтобы включить новую серию но не больше во всяком случае пока сейчас вышло четыре эпизода из семи быть присяжным документально комедийный телесериал от сценаристов офиса рассказывается здесь о внутренней работе суда присяжных в сша глазами присяжного заседателя рональда гладдена подрядчика по производству солнечной энергии из сан-диего который оказывается в эпицентре хорошо разыгранного судебного спектакля черт подери это увлекательная комедия о человеческих отношениях с оригинальной задумкой все присяжные будут жить вместе и сериал неоднократно вызывает и улыбку и приковывает внимание концентрируясь на повседневных нелепостях человеческих взаимодействий сейчас доступны уже все восемь серий сезона я покажу твою ты что творишь будет классно уэйка последствия помните мини-сериал 18 года под названием трагедия уэйка основанный на реальных событиях и рассказывающий про облаву на ранчо маунт кармел весной 93 года ждали 51 день мы дали тебе на уговоры 51 день но у тебя ничего не получилось и вот этот проект только последствия является его прямым продолжением создателя у сериала те же братья даудал и майкл шеннон вернулся к своей роли сюжет проекта посвящен несправедливому суду над уцелевшими последователями культа и тому как ошибки госструктур повлияли на другие не менее кровопролитные акты гражданского сопротивления в сша они говорят о грядущей священной войне они будут на передовой самое главное перед просмотром нужно совершенно точно сначала ознакомиться с тем самым мини-сериалом 18 года трагедия войка а уже потом приступать к последствиям на данный момент вышло только два эпизода из пяти и можно сказать что драмы и динамики здесь меньше ну в силу того что основные трагические события уже прошли расплата близко ближе чем ты думаешь золото это британские шестисерийный сериал основаны на реальных событиях в основе история реального ограбления склада брингсмет в англии которое произошло в 1983 году в международном центре торговли хитроу в лондоне тогда было похищено наличных золотых слитков и бриллиантов на сумму 26 миллионов фунтов стерлинг это крупнейшее ограбление мировой истории здесь не так много погони перестрелок как возможно хотелось бы но без них тоже не обходится хотя сериал больше интеллектуальный построенный на игре в кошки-мышки все шесть серий его уже вышли но такое золото невозможно контролировать но я справлюсь микки я готов я могу быть королем извне второй сезон фантастический хоррор с продюсированной братьями руссо и создателями остаться в живых таинственный город в центре америки продолжает принимать новых жильцов вслед за семейством мэтьюс из первого сезона здесь оказывается целый автобус правила прежние город покинуть нельзя а на ночь лучше запираться дома сериал делает ставку на саму историю она мрачная таинственная динамичная и непредсказуемая должен убить меня в общем это качественный хоррор сериал с интригующей атмосферы на которой точно стоит обратить внимание и надеемся ко второму сезону он не растерял своих достоинств а пока вышел только один эпизод из десяти запланированных в этом сезоне барри четвертый и финальный сезон телесериал в жанре черной комедии от билла хейдера он здесь не просто создатель шоу он еще и исполнитель главной роли эта история о бывшем морпехе который работает наемным убийцей где-то на среднем западе а потом знакомиться с компанией дружелюбных молодых актеров и решает сменить профессию но прошлое постоянно догоняет главного героя мистер кусина вы злитесь четвертый сезон подводит кровавую сагу о баре бергмене к завершению выкручивая при этом тьму из черной комедии на максимум и плюс добавляет немного сюрреализма на данный момент доступно три эпизода из восьми я люблю тебя но все я люблю тебя иди сюда на этом все подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео пишите комментарии оставляйте реакции и смотрите только то что вам действительно нравится удачи я спросила как так можно ты ведь заслуженный полицейский ты посадил сотни преступников удачи а